Украинский неизвестный блог представляет Баттлфилд Я прекрасно понимаю, что Баттлфилд Это игры не в сюжете В случае с серией Call of Duty с этим утверждением еще можно поспорить, но уж точно это бессмысленно делать в отношении любимой многими баттлы Баттлфилд Это непрекращающиеся продолжительные сражения с другими игроками в режиме полного онлайна Это обширные территории мультиплеерных карт Это военная техника, уходящая в расход словно бабушкины семечки Баттлфилд Это маленькая война в сети, которая способна затянуть и, в отличие от реальной войны, повеселить на славу С момента выхода третьей части Баттлфилд Это еще и свежие технологические решения в плане графики, выраживающие пейзажи и неплохая оптимизация в соотношении того, что предоставляет игра И как она это делает Но уж коли дайс решили уделять внимание одиночному режиму, то рассматривать его нужно со всей строгостью и суровостью Как говорится, назвался груздин, полезай в короб Связался с сюжетной кампанией, сделай ее интересной В прошедшем году разработчики совершили смелый шаг, взяв за основу своей новой игры события Первой мировой войны Выбранный сеттинг накладывал ряд существенных ограничений, которые после Баттлфилд 3, Баттлфилд 4 и Баттлфилд 4 Было им невольно бросаются в глаза Значительно меньший ассортимент оружия Скудные и, скорее, скучные модули для него Примитивные и не сильно оригинальные боевые баджеты Далеко не самая увлекательная для многих страниц в истории человечества Все это наложило свои определенные отпечатки на игру, которые не бросились приводить с меня восторг И даже со всеми интересными нововведениями Вроде размахивания саблей верхом на камне, появляющегося случайно на карте снаряжения специалистов, атаки вызовыми гранатами и прочего хай-текотех суровых времён, Battlefield 1 не может завоевать такую же любовь и такой же интерес фанатов, как четвёртая часть серии. Маловато будет. Получив доступ к игре, первым делом я довольно игрался в мультиплеер. Наследие Battlefront 2015 года ощущается в нём во многих вещах, начиная с голочки, появляющейся в центре экрана во время бега, заканчивая чем-то схожей механикой стрельбы с ощутимо замедленным полётом пули. Играл я по сети во все части, начиная с третьей. И всегда удивлялся комментарием на форумах, посвящённым всевозможным багам и поломкам игры, так как сам никогда ни с чем подобным не сталкивался. Battlefield 1 стал игрой, которая познакомила меня с проявлением всякого рода недоработок. До выхода первого DLC они не пройдут, после обновления я ещё не заходил в игру. Я очень часто сталкивался с блюками, вроде исчезания оружия после спешивания с коня или любого другого транспортного средства. Причём, оружие пропадало не только визуально, его фактически не было у меня в руках. Я не мог подобрать чужую винтовку или провести рукопашную атаку. Все, что мне оставалось делать, так это метаться среди рядов противника, пытаясь запутать их или нагнать страха своим вынужденным бесстрашием. Также из раза в раз повторялась история с неодекватным поведением прицеливания на стационарных пулеметах, будь то наземные их представители или же те, что установлены на борту истребителей с дирижаблями. После зума прицел не возвращался в своё исходное положение, не появлялось перекрестие, а сама мушка на оружии оказывалась визуально не в той точке, куда летели в дальнейшем выпущенные пули. А уж сколько раз я застревал в текстурах, коробкаясь на излюбленное место для кемперства или просто пробегая в опасной близости от некоторых статичных объектов, я вообще не рассказываю. Такие казусы в 100% случаев становились причиной моей погибели, что, конечно, портило общее впечатление на фоне активного геемплея. Привыкшие к предсказуемому и более-менее контролируемому поведению современных образцов оружия в прочих шутерах, я оказался в непростой ситуации привыкания к тому, что даже непродолжительная очередь из скромного пистолетопулеметов Battlefield 1 имеет обыкновение оборачиваться непредсказуемым разбросом, которые не удается устранить даже урывистым прокликиванием. Этим поголовно болеют и ручные пулеметы. Видимо, таким образом, да, исподчеркнули недостаточную, зачастую сырую с технической стороны ситуацию, складывающуюся с только начинающими появляться винами огнестрельного военного инструментария. В этом ключе такое положение вещей простительно, но все же несколько непривычно. Как и тот факт, что все штурмовые винтовки у класса «Медик» ведут стрельбу с отсечкой по одному патрону, отчего больше напоминают снайперской оружие и лишь испорный класс «Деморок» из Battlefield 4. Однако как раз таки снайперской оружие в первом назло остальным типом стволов получилось юзабельным и местами даже имбалансным. С ним вполне комфортно и брать из него интересно вести огонь. Сильных же изменений в области выбираемого классового оборудования я для себя не заметил. Как и всегда тут есть аптечки, ящики с патронами, разного рода тактические и боевые гранаты, взрывчатка, противотанковые средства ведения боя и множество различных подручных средств для крушения вражеских черепов ближней схватки. Но вот оружие в его отношении хочется сказать словами одного мультипликационного персонажа маловато будет. Техникой я пользуюсь всегда заметно реже, предпочитая ей пешие прогулки. В этом отношении всем измена и здесь, но все же отметить стоит, что, несмотря на временный билет, обыгрываемый в Battlefield 1 механизированных средств в ней предостаточно. Хватает и тяжелых бронированных машин, легкого транспорта, самолетов и, естественно, комей, куда же без них. Именно кони стали изюминкой новой части и помогли выделить ее на фоне остальных. Вот только на практике игра в седлень всегда приносит удовольствие. Враной не так уж и прост в управлении, на нем нужно учиться маневрировать, чтобы не терять скорости. Любое неаккуратное движение или резкая смена направления побудет скакуна взбивиться, отчего оседлавший его игрок мгновенно превращается в легкую мишень. Процесс рубки врагов саблей налево и направо смело можно назвать читерским, а вот стрельба из винтовки во время скачки легко и не кажется. Поэтому кавалеристские будни не всем по зубам, даже в игре. Система ящиков снабжения, откуда падают как самые обыкновенные, так и редкие, вплоть до раритетных образцов раскрасок на оружие и технику, стала заметно более издержанной. Имеется в виду, что заветные ящики выдаются куда реже, а их содержимое, опять-таки из-за ситинга, не столь интересно. Камуфляжи по большому счету не оригинальные, а модули не падают, так как открываются при покупке соответствующих готовых модификаций оружия. Быть может в будущем ассортимент дропа будет расширен, но пока лично я не вижу выдачи партии снабжения особого толка, разве что бонусы к опыту могут принести пользу, но попадаются они исключительно редко. Пожалуй, и единственное, чего в Battlefield 1 стало больше, а не меньше, так это разрушений. Стилистика построек тех далеких лет, небольшие здания в два-три этажа позволили осуществить достаточно глубокий уровень воздействия на окружение. Домы разбираются на разбат обстрелов из тяжелого оружия и взрывов, заборы и стены обсыпаются на всем своем протяжении, что позволяет вскрывать гнездо кемперов и создавать себе новые импровизированные пути наступления или обхода врага с тыла и по другим направлениям. Этим игра походит на старушку Battlefield 2 и очень радует. Надеюсь, в будущих частях серии подобная механика будет развиваться, а они вновь отправятся в глубокий сон. Дотянул свои руки на скуки. Поздно все прелести и печали многопользовательской стороны Battlefield 1. Я, наконец, решил дотянуть свои руки на сингл-плеер на ее части. В режиме кооперативных спецопераций мне никак не удавалось дождаться подключения других игроков. И кроме кампании пробовать больше ничего не оставалось. Мне уже было известно то обстоятельство, что сюжетная линия никакая не линия вовсе, а самая настоящая ломаная кривая с пятью независимыми непродолжительными историями. В начале это показалось интересным подходом. И я с любопытством принялся за прохождение, следуя установленному порядку миссий, хоть и была возможность, так сказать, начать с конца. Первый рассказ пришелся мне по душе. Я даже проникся задействованным в нем персонажем с опереживанием. Мне они показались проработанными в требуемой мере и вполне завершенными, как и эпизод в их истории. Уновлетворенный я принялся за второе повествование. И тут все мои иллюзии об интересном подходе начали сыпаться, как песочное плеченье изо рта толстощекого сладкоежки. Сумурь сумятица и невероятная скорость в развитии сюжета. Не успел я познакомиться с главными героями, как игра уже попросила меня с ними попрощаться. То же самое повторилось и в третьем. И в четвертом, да и в принципе в пятом рассказе. Сложилось устойчивое чувство, что создатели полностью выложились на ту тройку миссий из первого эпизода, а дальше посадились в составлении сценария местного бариста. Так безвкусно и нецепляюще прописан сюжет. К тому же, до возможности игрокам самим выбирать последовательность прохождения, разработчики обрекли себя на необходимость включения в каждую главу однотипных элементов геймплея, чтобы с любой стартовой точки иметь возможность ознакомить геймеров с общей сутью игрового процесса. Практически в каждой части есть стилс-миссия, где нужно пробираться незаметно, а путно неслышно устраняя врага. Причем враги несказанно тупы. Мало того, что они даже на самом высоком уровне сложности не составляют особых проблем, так и это фишка с отвлечением фашистов брошенной бильзой. Боже мой, кто придумал делать это в компьютерных играх? Враги в моменты поиска источника неизвестного звука выглядят просто невероятно слабоумными. Их как котенка увлекшегося точкой от луча лазерной указки можно убавить за километр от исходной позиции, и они и так ничего не смогут понять. Неужели нельзя было сделать ограниченное количество попыток отвлечения, после которых неприятель приходил бы в сознание и поднимал тревогу? Ну, или хотя бы лимитированное количество тех самых бильз? Весь тел в игре построен на условностях, мириться с которыми лично мне совершенно не понравилось. При прохождении я всячески старался сохранять незаметность в том виде, которого должен требовать процесс скрытного перемещения. Я намеренно усложмил задачу, потому что понимал, что в противном случае убью всю атмосферу, которой и без того не хватает. Возвращаясь к дроблянию сюжета, отмечу, что все могло быть иначе, если бы разработчики не разменялись на целых пять линий повествования, а остановились, скажем, на трех. Появилось бы дополнительное время для знакомства игрока с теми, кто его окружает и самим собой, то есть с главным героем. Не нужно было бы скакать голопом по игропам, а последовательно, размеренно доносить все, что хотелось бы донести. Можно и вырубать. Battlefield 1 можно вырубать за реальное отсутствие разнообразия. Видимо, да, исхотели создать его сменой ключевых личностей, но это вышло лишь в случае с Катстинами. В остальном при игре оказывается абсолютно неважно, за кого ты отыгрываешь, все выглядят одинаково, пусть даже ты введешь игр от лица женщины. Каждая миссия напоминает схватку с ботами тупыми в сетевых режимах. Не спасают полеты на самолетах и катание в танке, ведь свое творение команда создателей делала в первую очередь для фанатов, а они в свою очередь все это тысячи раз видели, выходя в онлайн. Если быть абсолютно честным, то на примере в Battlefield 1 я снова убедился, что заполучить интересные сюжеты и уникальные геймпли, шутер от первого лица можно исключительно в редких случаях. Я еще лучше стал понимать, почему все эти последние годы тяготеют с режимием в сети, в них есть соревновательный смысл, а в сюжете большинства последних проектов его либо приходится додумывать, либо мириться с его отсутствием. Покупать он ли синг-плеерные FPS? Извольте. Свой взгляд на Battlefield 1 я ассоциирую со взглядом на Call of Duty. Infinite Warfare. В первой как и во второй имеется отличный мультиплеер, в Call of Duty он вновь недооценен по понятным причинам, и абсолютно не стоящая внимания одиночная кампания. В обоих случаях от прохождения сюжетки, в моменты появления титров не испытываешь ужасного разочарования, но и от восторга тоже нет следа. Когда я пробую эту свою апатию списать на теплешний мой возраст, то сразу заставляю себя вспомнить о Black Ops Second, которая сумела меня зацепить и уже после окончания сюжета вызвала желание сразу начать прохождение по новой. Нет, все же проблемы не в играющих, а в тех, кто не может или не хочет более творить. Именно творить, а не штамповать. Источник HTTP BMM Pro Games 43271 Review Review it равно 4238 Battlefield С новой не просушет обзор игры Battlefield 1 BMM Рукой 0-0 раз 2 марта 2017 Есть вопросы? Звоните плюс 38 097 920 8523 Либо заходите на сайт UIB.at.web Увидимся в следующей презентации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok